Всем добрый вечер. Открываем эту пятидневку вечерних эфиров 3 в квадрате. Сегодня в составе Ольга Христинина с нами. Эге-ге, добрый вечер. Максим Жаравин. Всем привет. Меня зовут Татьяна Юлусова. За режиссерским пультом у нас Алексей Марин. Телефон для связи с нами в прямом эфире 450945. Вайбер, ватсап и телеграм по номеру телефона 8921 045 1045. Делитесь своими новостями, подключайтесь к обсуждению наших новостей и будьте в добром здравии. Смотрите высоко над собой, когда передвигаетесь по городу. Смотрите под ноги невысоко. И под ноги наверх. В общем, в формате 360 градусов. К студии было сегодня очень опасно подходить с крыши. Кто плыл, кто летел, кто скользил, кто во что гораст. Ребят, у меня сегодня, знаете, какая мысль появилась в голове? Почему, когда так меняется погода, в городе сразу начинается просто небезопасно жить? А как ты хотела? Я хотела, чтобы по-другому. И я хочу, чтобы было по-другому. Я помню, несколько лет назад даже писал на Бипорте материал под заголовком «Воздушная тревога». Потому что тогда буквально был просто сосулькопад. Ломались даже вот эти вот, знаешь, на пешеходных дорожках, тротуарах такие сделают козырьки, чтобы не падало ничего с дома, с забором. Так это всё порушилось. Было очень много побитых этих крыш сосульками и неубранным снегом. Поэтому, ну, на самом деле, стоит быть внимательнее сегодня особо. Сегодня все телеграм-паблики пестрят этими фотографиями. Люди присылают, жалуются о том, что каша во дворе, во дворах, на дорогах. И, в общем, везде. У нас тоже, да, в нашем дворе. Да, у меня сразу это удивляет. А мы чего хотели? Смотрите, у нас было какое-то дикое количество осадков. Нападало снега, что с ума бы не сойти. Мы лепили всё, что мы могли. Я выходила, и снег по колено вообще. Садишься так в сугроб и сидишь, ждёшь себя остановкой. Делаешь весну. Да, да. Ждёшь троллейбуса, всё прекрасно. Хорошо, здесь резкий перепад температуры. Всё потекло. Мы чего хотели, что снег растает и превратится в плазменный телевизор? Нет, не мы этого хотели. Я думаю, коммунальщики этого ждут, пока он растает. И поэтому его не вывозят из дворов. Вот этого хочется. Хочется ходить по более-менее ровным поверхностям, а не преодолевать вот эту овсяную кашу, которая, мне кажется, здесь сейчас. Ты приходишь на работу, да, я, по-моему, уже несколько раз тут в эфире сравнивал. Ощущение, как будто бы ты пришёл со спортзала. Ноги болят просто от усилий. Бесплатная сильность. Да, от усилий, которые приходится прилагать просто, чтобы пройти по всему этому снежному безумию. Так это же хорошо, у тебя мышцы поработали, посмотри. Я каждый день хожу с горы в гору, так что мышцы у меня задействованы и так. Девчонки, вы слышите, а Максим Жарайвин ещё йогу-го какой. Спортивный парень. Да. Все мы сейчас спортивные. Неделя в Мурманской области началась с уверенного плюса. Обычно мы новостями о погоде заканчиваем эфир, но тут такое дело. Решили начать с главного, что волнует всех северян. От плюс одного до плюс трёх разброс температур в регионе этим утром в областном центре в Мурманске на 9 часов утра зафиксировано плюс два, как и в Никеле, Мурмашах и Полярном, а, например, в Лавозере на градус теплее, ноль в Мочегорске и Кандалакше. Вот так вот. И казалось бы, это хорошо, но ветер, друзья, ветер. И к вечеру сегодняшнего дня ожидается усиление юго-западного западного ветра, порывы которого местами будут достигать до 35 метров в секунду. В Кольском районе на территории Териберки и Урагубы до 9.30 вторника действует ограничение на выход в акваторию маломерных судов из-за ухудшения погодных условий. Введён режим повышенной готовности. Так ещё бы там волны 9-10 метров высотой. Да, и в таких метеоусловиях водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать ПДД. Есть также надежда, что дорожные службы справятся со снежной кашей в дворах. Мне нравится, как надежда. Да, надежда. Ну, что ж, мы верим же, да, всё равно, наверное, лучше. Как-то ты так неуверенно сказала. Ну да, ну и для водителей, и для пешеходов это было бы неплохо. Короче, покипячу в карманы и вперёд. Ну да, есть ещё эти такие штуки, специальные насадки. Ну, не насадки, на обувь набиваются. Типа кошки? Да, вот, да, такие бытовые. Жители Кольского Заполярья массово жалуются губернатору на засыпанные снегом дворы и тротуары. Свои обращения и фотографии они оставляют на странице главы региона в социальных сетях. И хочется опять добавить, никогда такого не было. И вот опять. Я, кстати, посмеялся даже. Днём администрация Мурманска публиковала пресс-релиз о том, что, значит, они предупреждают об опасности сосулек на крышах домов и объясняют, из-за чего эти сосульки образуются. Образуются они из-за перепадов температуры, особенно если вот теперь сменяет морозы. И, собственно, говорят, что они представляют угрозу для жизни и здоровья граждан. Вот, как я об этом и говорю, что небезопасно жить. Да, но мне больше удивляет администрация, которая, казалось бы, должна была создать все условия административные и технические для того, чтобы этих сосулек не было, или они хотя бы были ликвидированы своевременно. Она просто предупреждает, что аккуратнее, берегите головы, сосульки могут быть небезопасны. Ой, началось. Сколько эфиров подряд мы говорим, что у нас с вами кадровый голод, что нам не хватает людей. Но давайте вот по факту. Сколько домов в Мурманске и сколько у нас людей, которые выходят и сбивают эти сосульки. Ты сейчас оправдать кого-то хочешь? Нет, я хочу, чтобы мы смотрели на ситуацию со всех сторон. Делали только... Конечно. Скидку ты хочешь сказать, да? Ну, ты не бери все дома. Тебе нужно брать дома, у которых есть козырьки, собственно, на которых эти сосульки образуются. Козырьки есть у старого фонда, вот эти все сталинки замечательные, в том числе, да, в здании, которое находится у нас студия сегодня. Ну и некоторые пятиэтажки. На панельках сосульки не образуются, если только кто-то неправильно балкон себе не перепланировал, да, не застеклил. В остальном сосульки вот находятся на старом фонде. Ну, это, кстати, сегодня... А это не так сложно. И крыши ремонтировали, не первый год крыши нас ремонтируют. Ну, то есть пытаются устраивать какие-то вот это противоснежное, да, ограждение делают. Да-да-да. Делают водостоки, чтобы сосульки не образовывались, а вода как-то стекала вниз. Мы сегодня целый день в редакции слышали, как падают сосульки, и тут же сигнализация автомобиля срабатывает, да, потому что все это прилетает на просто головой. А в том году это крыши сделали, например, у нас. Поэтому, ну, тут как бы оправдывать-то можно кого угодно, и про кадровый голод тоже можно говорить очень долго, да, но есть, наверное, какие-то технические регламенты, по которым нужно этот джилфон содержать так, чтобы там не было сосульок. Ну, и Максиму все-таки просто хочется жить в безопасном городе, да. Безопасно, не тренировать, помимо ног, идя по снежной каше, еще и шею, озираясь, да, наверх и по сторонам, чтобы тебя никто не сбил, не упала никакая сосулька. Ну, тогда еще нужно говорить на эту тему со своими детьми, потому что я вот смотрю, при каком ветре отменяют уроки, и подозреваю, что если завтра у нас будет ветрено чуть больше 15 метров в секунду, то, друзья, начальная школа, по идее, должна не учиться. Знаете, где будут все эти дети, которые завтра из-за ветра? На улице. Конечно, а им без разницы, минус 23, ветер, не ветер, ураган, цунами. Мам, я на полчасика с подружками. Мне кажется, в Мурманске примерно полгода ветер больше 15 метров в секунду. У меня есть такое ощущение. Я не все равно гуляю, поэтому, пожалуйста, объясните своим детям, что нужно смотреть и наверх, и вниз, и если они придут, например, полностью мокрые, потому что они доплывали до собственного дома, то пустишь лучше полностью мокрые, зато... Ну, где еще очень ветрено, так это в Териберке дорогу из-за метели и отсутствия видимости закрыли еще 27 января в 6 утра, и появились, как обычно, отчаянные люди, которым, ну, очень срочно нужно уехать из Териберки, да. Или срочно туда приехать. Ну, или приехать, да. Но тут ситуация, ну, тут случай произошел с такой, как ее называют, эвакуацией, да, эвакуация туристов. Писали, что перевернулся вездеход с туристами на трассе Колосеребрянский ГЭС. И сейчас проходит проверка по поручению прокурора Мурманской области. Около 7.30 утра в воскресенье 28 января в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступила информация о том, что в районе 6-го километра развилки Туманный Териберка перевернулся на бок вездеход. Но стоит все-таки сказать, что он не перевернулся, потому что слово перевернулся воспринимается, как будто он сделал тройной кульбит и лег на крышу, да? Нет, он... Четвертной аксель, прям как ручка. Да, да, да. Нет, он на самом деле преодолевал препятствия. Завалился на бок. Завалился, да, завалился на бок, ничего там такого прям... Пострадавших нет, насколько я знаю, там 11 человек внутри находилось, это все были туристы. Мне просто интересно, как их туда засунули 11 человек? Мне кажется, их просто трамбовали, закрывали ногами. Он довольно вместительный. Да, 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 он довольно вместительный. И вот водитель вездехода, перевозивший туристическую группу по закрытой для передвижения автодорога Кола-Серебрянский ГЭС, не справился с управлением и допустил переворот на оклон, да, все-таки. Все разрешилось до прибытия аварийно-спасательных вот этих формирований. Вездеход, ну, сдернули с места. Поставили на гусеницы. Да, и он доставил людей к... Ну, называется так, светофору, к Североморскому третьему, да. В результате происшествия пострадавших нет. Впоследствии туристы были... Ну, отправились в аэропорт. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку исполнения законодательства в сфере безопасности пассажирских перевозок и качества оказания туристических услуг. И при наличии оснований будут приняты соответствующие. Мне вот интересно, а сколько стоит вездеход, да? Про вертолет нам там много раз говорили. 480 тысяч. Это вертолет. Вот. 22 человек. А сколько бы обошелся вездеход такой ситуации? То есть очевидно, что это неординарная ситуация и не на постоянной основе у нас привлекается подобная техника для того, чтобы вывозить туристов из закрытой Териберки. 10 дней закрыто. И туда продукты доставляли на вездеходов. И тогда их предоставляла одна наша электросетевая организация, да, которая обеспечивает электричеством населения Мурманской области. Они на такой технике обслуживают опоры ЛЭП, которые находятся в Тундре, до которых по дорогам добраться невозможно. И вот настолько сложилась ситуация тяжелая, что продукты нужно было доставить. В вертолет, ну, видимо, не вариант. В Териберке там какой-нибудь большой вертолет, наверное, не посадишь. Там тот же Ми-8, да, наверное, возникнут трудности. Доставляли снегоходами, и вот подобная снегоходная техника, вот вездеход в том числе похожего плана туда привлекался. Продукты, ладно, но здесь риском для жизни ты стремишься оттуда уехать. Ты не понимаешь, что тебя ждет. Вы говорите правду, что они хотели-то уехать. Тут, ладно, Максим говорит там про какие-то продукты. Аэропорт, ну, конечно, вылет. А в аэропорт все стремились. Да, там же они просто боялись опоздать на свой рейс, да, и не хотели менять билеты. Вы когда-нибудь себе заглядывали в паблик «Дорожники Териберки»? Дорожники нет, я в другом. То есть это люди, которые занимаются очисткой дороги до Териберки, они вот ведут свой паблик и, собственно, рассказывают, так сказать, из первых уст, из первых глаз. Такие трудовые будни. Ситуацию на дорогах, да, и всякий раз, когда там пост, что как бы надвигается метель, дорогу, скорее всего, закроют, или просто дорожная ситуация тяжелая, эти туристы приходят в комментарии, и, ребята, а вы собираетесь вообще работать? Да, да. А вы не хотите ли там почистить? Нам, нам завтра лететь надо, значит, это... Максим прав, таких очень много комментариев. То есть это так по-хамски, ребята, ну, то есть вы же понимали, на что вы идете? Нет, нет, Максим, они не понимают. А должны были бы понимать. Ну, а как человек, допустим, ну, из Воронежа, ну, сейчас просто любой какой-то город из средней полосы, он отправляется на крайний север, он, ну, да, здесь метет, здесь снежно, да, тут бывают какие-то отрицательные температуры, но он не представляет, что такое тундра, и как... Почистить 40 километров трассы. И как после грейдера все за 15 минут дорогу просто переметает. Ну, я один раз встряла, несерьезно, но был опыт. И это, ну, действительно, оно наглядно за 15 минут дороги не видно, она сливается земля с небом, и ты просто не видишь, куда ты едешь. Но люди, они просто не могут себе этого представить. У меня всегда вот негодование вызывает подобные комментарии, честно говоря. Я сейчас с вами соглашусь, то есть если дорогу закрывают 27 января, а ты знаешь, что тебе там 29-го вылетать, дорога закрыта официально, ты с кем-то договариваешься, чтобы тебя вывезли на каком-то, я не знаю, бронетранспортере. Например. Например, да. И ты говоришь, да, я разберусь там все, мы заплатим, потому что это частный бронетранспортер, да. А дорога закрыта уже двое суток как. А ты говоришь, да нет, сейчас мы тут все порешаем. Халабысь, 11 человек у нас в кювете, бронетранспортер с акселем. Кто виноват? Вот я бы этим туристам, честно, вот все, кто вот это вот дело устроил, я бы все возмещения и моральные, и все остальные возложила на них. Нужна законодательная база. Это все звучит очень справедливо и здорово. Потому что мне-то кажется, что сейчас будет проверка, сейчас накажут хозяина бронетранспортера, сейчас накажут всех тех, кто... Конечно. Нарушение ПДД. Конечно. Сейчас накажут всех тех, кто оказал некачественные услуги в плане туризма. Понимаете? А вот людям, которые всем там вынесли мозги, криками, у нас билеты. Нам очень нужно, нам пора. А им ничего не будет, у них все будет хорошо. Да, и они стремятся уехать, и не понимая, куда они едут. То есть там можно действительно рисковать, рискуя жизнью, 40 километров эти проезжать. Да, в общем, хочется пожелать дорожным службам в этом случае терпением просто и мужество, наверное, где-то местами. Да. А туристам адекватности, господа. И вот для тех, кто только еще планирует поехать в Териберку, я думаю, стоит... Не планируйте, приезжайте весной. Я думаю, стоит важно прямо сейчас отдельно акцентировать внимание, да, что дорожники прогнозируют, что дорога может оставаться закрытой аж до пятницы, до 2 февраля. Прогноз погоды неблагоприятный. Несмотря на то, что у нас в середине этой недели обещают такое некое похолодание, я думаю, что в Тундре ситуация серьезно не изменится. Наоборот, все то, что там натаяло и намело, это все замерзнет в какую-то ледяную стену, которую придется пробивать с помощью серьезной техники и шансов пробраться там на автомобилях, на которых, да, периодически туристы пытаются доехать, ну, мне кажется, никаких. Ну да, и объяснять очень подробно и вдумчиво туристам, это я, наверное, гидам к тем же самым обращаюсь, что лучше перенести поездку, лучше ее заменить каким-то другим направлением, которые у нас есть. Ну, много направлений в Мурманской области, тот же Кировск. Ну, в общем, найти... Безопасным. Да, да, более безопасным. Более даже, я бы сказал, не столько безопасным, сколько, может быть, прогнозируемым, что ты точно оттуда сможешь выехать, ну, или, по крайней мере, у тебя горизонт планирования не будет в неделю, что ты в субботу заехал, а выехать сможешь только к следующей субботе. Ну да, если отправляетесь, тоже запасайтесь необходимыми всякими вещами, которые... без которых там жить не можете. Ну, я бы там про лекарства какие-то имею в виду. Каждый эфир, мы это говорим, каждый божий эфир, мы это говорим, но нам кажется, мне кажется, я вот от имени Большого Райзио, кажется, нас не все слышат вообще, кажется, на какой-то момент... Каждый год об этом говорят на всех уровнях. Да, мы каждый эфир об этом говорим, мы все время говорим, посмотрите погоду, подумайте, составьте свой график, конечно. Да включите уже мозги, ну подумайте, может быть, эти двое суток вам выйдут намного дороже, нервичнее, и вообще, друзья, ну что же такое? Берегите себя. Да, и своих близких. Стат Андрея Малахова. Вот зашла в народ, да. К следующей новости тоже нам про здоровье, ну, уже про витаминизацию, да, продолжим немножко, пообсуждаем. Губернатор Андрей Чибис посетил пункты в торговых центрах, да, где можно сделать анализ на витамин D, и, ну, соответственно, узнать его уровень, и получить витамины. При необходимости. Да, при необходимости. Таких точек сейчас в Мурманске три, это Мурманск Молл, торговый центр Плазма и Северная Нагорная. Он туда приехал, увидел, что там очереди. Увидел вакханалию. Неожиданно, да. И, да, в первые пункты пришли сотни, в первые дни в пункты пришли сотни северян, длинные очереди выстроились в первые же часы открытия. И вот о чем пишет губернатор, я посетил все три пункта, пообщался с людьми, отмечу, что программа оказалась очень востребованной среди северян. Попрошу Минздрав в течение текущей недели провести необходимую работу по сокращению времени ожидания своей очереди в пункте, рассказал губернатор. Северян просят в ответ, да, тоже не волноваться, что они не успеют пройти тестирование. Программа рассчитана на один год. Жители Мурманска, да, могут посетить Мурманск мол, еще раз повторюсь, да, плазма Северная Нагорная. С 9 февраля пункты витаминизации откроют в Менчегорске, Оленигорске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Коле, Североморске, Заполярном, Кандалакше и Вловозеро. А с 1 марта в Заозерске, Александровске, Ведяево, Полярных Зорих и Терском районе. Тут вот, да, два момента. Как информируют людей о том, что, где и как будет работать, и то, как люди считывают эту информацию, когда вам это обсудили за эфиром, о том, что все подумали почему-то, что работать эти пункты будут всего лишь 3 дня, и ломанулись, собственно, с 12 часов они открылись, и там очереди были уже, там все журналисты снимали эти ролики, и мы в том числе ходили посмотреть, как обстановка на некоторых пунктах, и это, конечно, выглядело совершенно дико, и в этом смысле, ну, наверное, какая-то работа должна быть проведена. Другое дело, что нашим людям, ну, наверное, сложно как-то популярно объяснить, что не надо, да, создавать ажиотаж в первые же часы, я потому что слежу, сужу по поликлинике, к которой я приписан, сдаем, значит, все там кровь, все ходят сдавать анализ крови, ну, это все как бы обычно в порядке живой очереди, что ты пришел с 7 утра и сидишь, ждешь, пока там тебя, значит, примут. Ой, нет, сейчас давно по времени. Вот, вот, выписывают специально время, чтобы люди не создавали очередь, не сидел ты, придя в 8, не сидел ты 10 часов, ожидая, пока у тебя там. Они приходят за час. А все приходят, вне зависимости от того, что им написали в бумажке, все все равно почему-то убеждены, что вот если я приду пораньше, мне надо поскорее, значит, вперед всех встать, и обязательно я, значит, быстрее освобожусь. И таких умников находится примерно полгорода, они все приходят, и все равно все стоят в эту бесконечно длинную очередь. Ну, моя теория в том, что люди считали просто так информацию, у нас же вообще в жизни многое связано с цифрой 3, там, тройка лошадей, там, да, ну... А тут витамин D3. Да, витамин D3, опять же, да. Ну, и люди услышали три сообщения, витаминизация бесплатна 3 дня. Все. Дальше у них, ну, закрылась коробочка для информации, видимо. Оперативная память закончилась. Кончилась, и, ну, может быть, да, может быть, и здесь СМИ тоже виноваты, потому что, ну, не педалировалась вот эта вот прям информация, что не переживайте, все успеете. Ну, это не задача СМИ, я хочу обратить внимание. Ну, через СМИ Минздрав подавал. Минздраву нужно было подать информацию так, как они хотели, а не после того, как все поняли. Вопрос, да, подожди, Минздрав нормально по-человечески, судя по всему, и подал, что работаем три дня в неделю. А вот дальше, как уже все это в СМИ было написано, если бы они написали, что каждую неделю с пятницы по воскресенье, это один вопрос. А если просто три дня... Ну, а что у нас стабильно по времени, так это реклама на Большом Радио. Три в квадрате на Большом Радио, 45-09-45, телефон для ваших звонков в студию, 8-921-045-10-45 для ваших сообщений. А мы продолжим обсуждать не витаминизацию, но тему лекарств. Прошла сегодня новость, что ассортимент лекарств стоимостью до 100 рублей в российских аптеках сократился за год почти на четверть. Было 5700 наименований в 2022 году, в 2023 стало 4600. Сокращение коснулось всех ценовых сегментов. Ассортимент препаратов стоимостью от 100 до 500 рублей снизился за год на 5,5%. Лекарств в сегменте 500 тысяч рублей на 2,8%. Ассортимент самых дорогих препаратов дороже тысячи рублей за упаковку снизился на 17%. То есть, наверное, вывод можно сделать, что лекарств в принципе меньше теперь поставляется всех. Выбор меньше. И, конечно же, страдает, как всегда, самый незащищенный, а именно такой дешевый, скажем так, сектор. Мне кажется, лекарство стоимостью 100 рублей – это вообще какое-то сейчас из разряда фантастики. Ну, это, наверное, обыкновенный парацетамол. Анальгин, аспирин, какие-нибудь там дешевые капли за 45 рублей, аскорбинка, да, что-то из этого. Ой, слушайте, ну давайте вот это вот ханжество мы сейчас составим. Ну, давайте возьмем препарат, который стоит, ну так вот от простуды, там, ну рублей 800. Что мы увидим в активных веществах? То же самое. Анальгин, аспирин, да, и пуклин. Парацетамол, витамин С. Надо спрашивать аналоги, да. Да, понимаете, вот поэтому люди идут и спокойно покупают то же самое, только по отдельности по 100 рублей за упаковку. Дома, видимо, делают там себе, помните, как в старые добрые советские времена такие порошочки были в коричневой упаковочке? Нет, не помните. А ты что? Нет, не помнишь? Ай, ты сколько потерял. Было очень интересно. Никогда не знаешь, что там тебе намешали. Там стриптоцит противный, отвратительный, единственный антибиотик в советское время, который лечил вообще всё, вот всё, что можно было. В смысле, лечил или думали, что лечил, и потом прописывали от всего? Нет, нет, лечил, лечил, ты что лечил, это же вообще было ого-го по тем-то временам. Либо же там обычный аспиринчик. Это вот всё вот так вот врачи специально так вот вмешали в белые порошочки, распасовывали. А ты помнишь, да, вот это было вообще когда лекарство на заказ? Да, 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 и ты приходишь там с этой бумажечкой, это сейчас, господи, пошёл, купил себе всё бездуховно, а вот раньше, ой, как было интересно. Да. Целая химолаборатория. Да, так что, в общем-то, что бы мы ни купили, но опять-таки, видите, с другой стороны, мы потихоньку, к сожалению или к счастью, наверное, всё-таки к сожалению, но потихонечку мы приходим к тому, что, когда ты приходишь в аптеку, вне зависимости от того, что с тобой. Нет незнакомых названий. Да ладно, нет незнакомых названий, с тобой здоровый ципровизор, это ерунда. Ты просто понимаешь, что зайти в аптеку и оставить, ну, плюс-минус тысяча рублей, это уже как бы норма. Ну, вот как бы норма, вот и всё. А не дай бог, у тебя ещё кто-то из семьи, по-моему, тебя заболело, ой, это всё, это вот до свидания. Поэтому, да, средний чек. Здоровье стоит денег, к сожалению, как выяснилось, оказывается. А мы к хорошим новостям. Ну, давай. Сегодня объявили о том, что с 1 февраля запускается приём заявок по программе «Свой дом в Аркции». Вновь запускается, это важно. Её приостанавливали, потом поменяли немножко условия, и вот сейчас эта программа доступна снова. Да, и снова можно получить до полутора миллионов рублей на строительство или покупку дома или домокомплекта. На продолжение программы в этом году заложено 500 миллионов рублей. Реализован уже, ну, это по статистике прошлого этапа, реализован каждый второй сертификат, то есть 385 домов построены или приобретены северянами. Вот так вот. Где эти 385 домов, хочется спросить. А там, по-моему, даже в новостях говорили, что чуть ли не полярные зоры в лидерах, где чаще всего эти вот берут возможности используют. Здесь, видите, здесь вот прямо отдельный пунктик-то. Важно, что эту программу «Свой дом в Арктике» можно будет сочетать с программой «Арктическая ипотека». То есть у нас еще больше шансов разжиться своим домом в Арктике. А там еще и «Арктический гектар» был, хочу напомнить. Да. Да, и все это можно, да, можно использовать. Ну что, друзья, так дай нам Бог терпения, и будет у нас свой дом в Арктике. Че ж нет-то? Кто может стать участником программы, можно узнать на сайте Министерства строительства Мурманской области. Там подробно расписано, какой должен быть статус у человека для получения, для участия в этой программе, сколько действует сертификат и какие документы и как можно подать. Поэтому тут все очень подробно расписано, можно залезть и, если интересно, все информацию получить. Да, вот актуализировала информацию Максима Пухова, это глава «Полярных зорь». Вот он пишет, что «Полярные зори» в лидерах по числу заявок и в 23-м году в городе было получено 26 сертификатов на строительство, приобретение домокомплектов или готовых домов. Круто, круто. А мы что, к песне? Я думаю, что пора двигаться к музыкальной паузе, и коль уж мне назначили негласным ответственным за этот блок в нашей программе, то продолжим эту славную традицию. Так получилось, что 29 января 1886 года считается днем рождения автомобиля. Именно в этот день был запатентован первый в мире автомобиль, созданный Карлом Бенцем. Он был мало похож на современный автомобиль, однако именно с него все и началось. Свои изобретения Бенц назвал «Моторваген». Транспортное средство представляло собой трехколесный автомобиль, который был оснащен четырехактным бензиновым двигателем. Он располагался в задней части и приводил в движение задние колеса. Первый в мире автомобиль мог разгоняться аж до 16 километров в час. Мы ладошками подперли голову и внимательно так слушаем Максима. Мы записываем Максим, мы записываем. Минутка занимательных фактов от Максима Жаравина. Интрига, что за песня будет связана с автомобилем. Сегодня автомобиль дарит нам чувство свободы. Алексей Марин знает, что за песня будет сегодня. Верегись автомобиля будет? Сегодня автомобиль дарит нам чувство свободы. Он способен превратить простое перемещение с точки А в точку Б в настоящее приключение. Хотя, глядя на то, что происходит сегодня в последние дни во дворах Мурманске, я бы воздержался от такого приключения, честно говоря, предпринимать на автомобиле его. С дорогой часто ассоциируют некий путь, который проделывает человек буквально и фигурально. Так что я предлагаю послушать всем известную песню «Роу ту Мандалей» в исполнении Робби Уильямсона. Она, к слову, вдохновлена одноименным стихотворением Ридьярда Киплинга. Само выражение «Дорога в Мандалай» стало олицетворением некоего сказочного желанного места, вроде мифической страны Эль-Дорадо. Британский же певец написал свою версию песни после летней поездки во Францию. Он говорил про нее «Самое чудесное лето». Несмотря на это, текст песни оказался вовсе не беззаботным. Он полон горьких сожалений об ошибках, совершенных певцом на жизненном пути. Робби Уильямс на Большом радио. Три в квадрате возвращаются после прекрасной композиции Робби Уильямса. И напомню, наши координаты. 45, 09, 45, телефон прямого эфира, вайбер, ватсап и телеграм. По номеру телефона 8-921-045-1045. Пишите нам сообщения, а мы переходим к новостям. Друзья, пишите, звоните, не стесняйтесь. Тем более, следующие новости, мне кажется, они могут располагать к тому, чтобы их обсудить. Даже Оля поспешила, так сказать, к микрофону, чтобы подключиться к нашей дискуссии. А новости у нас такие. ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президентом. Это уже пятое участие действующего главы государства президентских выборов. Он побеждал в них в 2000-м, в 2004-м, в 2012-м, в 2018-м годах. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом. И решение это было принято единогласно, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах президента России, назначенных на март 2024 года. Ранее были зарегистрированы Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Владислав Даванков от партии Новые Люди и Николай Харитонов от партии КПРФ. О планах участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца Путин объявил 8 декабря. 22 января штаб Путина предоставил в ЦИК 315 тысяч необходимых подписей. Поскольку он самовыдвиженец, он должен был собрать не менее 300 тысяч подписей. Ему это как показывает действительность, ему это удалось. От сбора подписей освобождены кандидаты от партии, у которых есть фракция в Госдуме. И по 100 тысяч должны предоставить кандидаты от партии, которые не входят в парламент. Сдать все подписи в ЦИК все кандидаты должны до 18.00 31 января. То есть осталось буквально вот два дня. Я все жду там Дмитрия Качалова, но мне кажется, что не дождусь я в этом году. В качестве кого? Ну, в качестве самовыдвиженца. Мне казалось, что мы тебя будем от партии Большого Радио в президента-то, нет, выдвигать? Так мы же застопорились там на всех моих темных пятнах в прошлом. Тут должен весь Мурманск за Качалова подписаться и немножко города Колы тогда. Чуть-чуть. Ну, чтобы его... Ну, вообще, мне кажется, что... Ну, понятно, что говорить про Владимира Владимировича Путина в качестве личности и в качестве главы государства совершенно бесполезно и очень опасно, если уж говорить откровенно. Вот, а обсудить, например, личность совершенно одиозного, но местами безумно грамотного Дмитрия Николаевича Качалова, вот я бы за него проголосовала. А, я думала, ты про Дованкова сейчас хочешь сказать. Ой, инициатива. Они, кстати, где-то примерно в одной упряжке, вот, по уровню инициатив. А представь, что будет, если их соединить? Вот, понимаете, вот были бы у нас, была бы у нас в стране распространена практика политических дебатов, тогда это можно было бы осуществить. Но, к сожалению, действующий глава государства и по совместительству кандидат на будущего главы государства, Владимир Путин, участвовать в предвыборных дебатах не будет. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Слушай, ну... А очень жаль, очень хотелось бы его послушать. Я понимаю, конечно, что Владимир Владимировича... Уже все сказал. Действительно, в своей, так сказать, текущей деятельности есть масса возможностей, чтобы высказаться, и, так сказать, о своих планах на жизнь, о своих взглядах на жизнь. Но, тем не менее, дебаты, мне кажется, это такой формат, который срывает иногда, так сказать, маски с людей. А я вот с тобой соглашусь, это было бы интересно. Почему вот действующий глава не участвует в дебатах? Он же такой же кандидат, ну, по сути, как и все. Почему? Встал бы нам против и вперед. Мы зачитывали же новости о том, что дебаты будут. Но он там не будет. Как формат они предусмотрены. Они предусмотрены избирательной комиссией, под них выделяется время на телеканалах, на государственных, на местном, на федеральном уровне. Но на них как-то приходят. Приходят, как правило, какие-то очень одиозные личности, которым вот из серии покричать, на эмоции вывести. Конструктива там, наверное, не очень много. Но иногда хочется послушать там того же Путина. Почему нет? То есть, мне кажется, это даже, знаете, даже какое-то неуважение немножко к своим избирателям. То есть, а зачем мне участвовать и что-то доказывать, если... Не так прекрасен. Нет, тут другая история. Зачем что-то доказывать, когда что уже очень много всего доказано? Ну, за пять-то сроков президентских, ну, в целом, наверное, он мог что-то доказать. Здесь же озвучивается программа на... Чуть не царствую, не скажу. Ты понимаешь, что ты сказала, да? На грядущие, то есть, четыре года. Шесть, я попрошу вас. Марин, выключайте один из микрофонов, все, хватит уже, мы договорились. То есть, он должен озвучить свою программу, обозначить какие-то основные позиции, векторы развития. Ну, не то, чтобы должен, хотелось бы услышать. Нет, вообще, господа, я думаю, мы, как обычно, бежим с точки зрения журналистики вперед паровоза. Подождите, до 31-го числа мы еще регистрируем кандидатов. А вот с февраля, я думаю, начнется уже активная программа. Мы все услышим, все увидим, все прочитаем. Опять вот все вот эти постулаты, что будет сделано, что не будет сделано, и как вообще это будет сделано, и все далее по тексту. Ну, а пока у нас постулат один, та же Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии, в ходе заседания, которое состоялось сегодня, анонсировала слоган предстоящих выборов президента страны. И звучит он следующим образом. Вместе мы, Сила, голосуем за Россию. Класс. Ну, и в чем она не права? Подождите. Должен ли слоган нести в себе какую-то функцию? Должен ли он мотивировать на то, чтобы сходить на избирательный участок? Да, конечно, должен. Несет ли он какой-то тайный, скрытый смысл в себе? За какую за Россию голосуем? Здесь как бы прилагательного не хватает. Россию какого будущего ты выбираешь? Ну, нет, голосуем за Россию, а за кого вообще еще? Ну, то есть... Ну, то есть, как будто бы здесь... Надо же, опять же, слоган, да, если вы почему-то решили, что должен быть выбор, обязательно слоган, он должен, ну, призывать, что какую бы Россию ни выбрали, важно этот выбор сделать. Важно прийти на избирательный участок, отдать свой голос за того или иного кандидата. Или не отдать, но все равно это сказать... Вместе мы сила, голосуй. Все. Голосуй. Кто мы, какая сила, почему сила... Вот я говорю, да, какая Россия, за какую Россию голосуем. Очень много можно всяких смыслов здесь накрутить и додумать, а я ох, как люблю докапываться до слов и искать тайные смыслы и не тайные смыслы в различных фразах. Ну, то, что ты зануда, мы поняли. Душнило это называется, милое слово, душнило. В общем, не нравится тебе слоган, да? Я просто люблю, мне нравится его мусолить, нравится вот так пожевать, и так пожевать. Ну, хорошо. Зачем выбором слоган? Хорошо, скажи, пожалуйста, а ты, вот лично ты, душнило, и вот это вот, такая литературная душнило, ты бы какой слоган предложил? Никакого. Выбор президента, приходи, ты говоришь, голосуй или проиграешь, как там было, да, в этих, в 90-х, или когда там такой... Ну, это же тоже слоган, да, голосуй. Да вообще, почему выбор нужен слоган? Никакого слогана, есть выборы, все идут на выборы. Технический процесс, да. Да не все идут на выборы, но вот по большей части... А слоган, он как-то увеличивает количество тех, кто придет на выборы. Ну, конечно, должен мотивировать, естественно, ты должен заинтересовать именно тот электорат, который у тебя в прошлый раз не пришел. А кто это будет делать? Кто будет заинтересован, заинтересовывать электорат? Где этот слоган будет размещаться? На баннерах в городе? Да. На государственных телеканалах? Да. В рекламе ВКонтакте у меня будет всплывать через каждый трипосты, что я замучаюсь его скрывать. Вот ты на себе, объективно, скажи вот сейчас на весь эфир, а как это должно быть и где это должно быть размещено, чтобы... Провокация сейчас. Да, чтобы и тебя устроило, чтобы ты пошел. Нет, ну просто... Да без слова, у нас информация о том, что будут выборы, достаточно нам говорят об этом. Мне кажется, с 2018 года нас готовят к тому, что в 2024 будут новые выборы президента. В последние месяцы концентрация новостей о выборах, ну, какая-то колоссальная. Колоссальная. Я думаю, что меньше нас становиться не будет. Есть у меня такое ощущение. Не будет. Ну, я понимаю, что, возможно, тут мы с вами такая несколько специфическая часть общества, которым, наверное, слоган не нужен для того, чтобы себя смотивировать, чтобы пойти на выборы. Но я не верю, что кого-то другого он может смотивировать. Вот я прочитал, и что я воспрял духом, и такой, да. Вместе мы сила. А я считаю, что все этими слоганами нужно взять и полностью заполонить тикток как раз для всех тех, кто с 17 до 20 лет, там просто сутками тусит, чтобы они там увидели и поняли, что им нужно куда-то пойти. Да, Коля, тогда тебе ответная провокация. Давай придумай сюжет для тиктока под этот слоган. Ну, мне нужно хотя бы пару минут. У тебя будет рекламная пауза. Буквально через несколько минут ты сможешь нам рассказать сюжет. Но главное, чтобы это не как в тех роликах с Буруновым, когда он просыпается в России нового будущего, и, значит, у него там на содержании человек нетрадиционной сексуальной ориентации уже. И вот к нему приходят полицейские, говорят, что вот, а вот вы что, что на выборы-то не ходили? Были, были такие ролики. Была у вас возможность, так сказать, на новую сеть. Я какие-то другие ролики сладко в интернете устроилась. Мне он довольно популярный был видеоролик, да, везде крутился. И еще, наверное, одна важная новость, касающаяся выборов. С сегодняшнего дня, с 29 января, можно подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента. И сделать это можно, если я не ошибаюсь, по-моему, до 11 января. Не один день, не два и не три. А аж до 11 марта, я прошу прощения. До 11 марта, там, январь уже все, до 11 марта. Так, подожди, объясни мне это, пожалуйста. Ты подаешь официальное заявление о том, что ты будешь голосовать дистанционно. И вне выборов ты голосуешь себе у себя в телефоне. Да, ты не пойдешь на участок. И не получишь там значок и пирожочек. Но пирожки-то и не раздают, только покупают. Только покупать теперь можно. Прошли те времена, когда проголосовавшим раздавали. Как я отстала от жизни, друзья. Ну, на этом у нас все, да? Я думаю, что да, мы с политической повесткой на сегодня закончим. Еще раз подчеркнем важность того, что необходимо, так сказать, выбор-то свой какой-то сделать и свою гражданскую проявить. Потому что все мы живем в нашей стране, все мы за нее переживаем, за ее судьбу. Ну, в общем, голосуйте за кого-нибудь. Или не голосуйте. Вместе мы сила, да. Вместе мы сила. Слушайте, про цифры, про слова вообще хочется в следующей новости вернуться к этому, к обсуждению. Насколько важно, как преподать информацию. Вот я о чем. Заголовок. Почти 80% подъездов Мурманской области. 80% подъездов. 80% подъездов Мурманской области не ремонтировались больше 5 лет. Раскрываем новость. И что мы там видим? С 2019 года в Мурманской области отремонтировано более 5000 подъездов, что составляет более 20% от общего числа, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в воскресенье. То есть важно, как подать, правда? Да, конечно. То есть 20% это уже серьезная работа, а то, что 80% у нас не отремонтировано, это уже как бы, ну, с какой стороны посмотреть, да, называется. Он отметил, губернатор, что темпы ремонтов за прошедший период увеличены почти в 10 раз. Если в 2019 году они составляли от 100 до 150 подъездов в год, то на 2024 год планируется привести в порядок не менее полутора тысяч подъездов. Что такое ремонт подъезда? То есть, ну, в общем смысле это покраска, по большому счету. Мне кажется, да. Как будто бы не самая сложная работа, которая, абсолютно, это не про лифт, это не про перекладку крыши, это там не про замену, не знаю, там, системы отопления, еще чего-то. Лоск навести. Косметичная, это косметика, это косметическая работа, и которой, ну, как будто бы можно бы делать побольше. Есть у меня такое ощущение. И вопрос в том, а как часто эту работу нужно делать вообще? Почему акцент на пяти годах, что, да, у тебя за пять лет не ремонтируй 80%? То есть, у тебя нормально сделанный ремонт, если за подъездом следят, там не тусуются всякие ребята с пивом, не рисуют тебе там теги, не плюют на стены, да, не мусорят, то, ну, в целом, хороший, качественный косметический ремонт, он может стоять бесконечно долго. Ну, не бесконечно долго, а какой-то предел у всего есть, но тем не менее. Потому что я знаю подъезды, там, у своих родителей, например, да, вот в Мурмашах, где ремонт делался очень, ну, очень давно, прилично, больше, чем пять лет назад. Там приличный подъезд, он хорошо себя чувствует, там ничего не отвалилось. Хорошая краска. Хорошая краска, хорошие соседи, никто там не жгёт спички в потолок и кидает. Это вот, кстати, тоже очень важно, сделаешь ремонт, а потом приходишь через полгода, а там уже и... Это вопрос, что все дело-то в людях, это же человеческий фактор, все дело в людях. Ты можешь хоть каждый день делать этот ремонт, и он у тебя будет стоять три часа, а потом приходит, там, какой-нибудь пацан, да, и, значит, тебе наводят, там, уродство. А я, знаете, обожаю вот эти вот истории, когда в доме живёт какой-нибудь художник, и он вступает в коалицию, там, с каким-нибудь председателем ТСЖ, покупает краски и вот разрисовывает всё. Ну, красиво получается, и такая инициатива добра, хорошая. На полярных зорях есть же, да, дома художника, где у нас там мастерские у художников на последних этажах расположены. Там все подъезды очень арт-оформленные, я вам так скажу, специфические. То есть там без зайчиков, безо всего, всё-таки художники у нас, да, разные, но такое пространство тоже интересно для того, чтобы там побывать, наверное. Ну, вот всего на территории региона 20 459 подъездов, уточнила в своём докладе, вот как раз на оперативном совещании Алена Кузнецова, и в 2023 году был выполнен ремонт, если быть точнее, 1485 подъездов отремонтированных. Подъезд, подъезд дурозный, вот подъезд в деревяшке. Простите, как его ремонтировать и что там ремонтировать? Идёт ли он вообще зачёт отремонтированных этих подъездов? А если жильцы сами, значит, своими силами там скинулись, не скинулись, опять же тот же художник, да, пошёл, значит, покрасил, и вот это ремонт подъезда или не ремонт подъезда? Ну, ремонт, наверное. Потому что, ну, ремонт, в моём представлении, это вот что-то, что надо переделать, что-то, что было плохо, надо сделать хорошо. А если просто навести лоску, ну... Это обычно косметический ремонт, это покраска, да, замена поручни. Это как у нас капитальный ремонт домов, по сути, да, то есть если они там в некоторых домах переложили крышу, но в основном это была просто штукатурка, ремонт фасада, то есть косметика, но это не капитальный ремонт. Капитальный ремонт, в моём представлении, это что-то, когда-то там перебрал всю нутрянку, там, перекрытие трубы, не знаю, сети поменял, проводку, ещё что-то, а не только краску. Давай, Оля, скажи, что я зануда. Да, я вообще ничего не говорю, я понимаю, что это совершенно не перебить, и я понимаю, что вы смотрите всё исключительно вот с точки зрения негатива, и вот что такое ремонт? Веалистично надо подходить, и практично. Но вот скажи, ты на чьей стороне, вот 20% отремонтировали или 80% отремонтировали? Ну, я на стороне здравого смысла, я просто знаю, что от жильцов тоже очень много всего зависит. Когда я переехала, я два года, два с половиной года, я живу в том доме, в котором я живу сейчас, и когда я переехала, там было ах, и меня удивило, ну, меня как человека, как нового жителя много всего не устраивало. И в том числе подъезд, который был тоже неблагополучен. Нам сделали ремонт в том году, хотя нам отвечали, что мы там в какой-то программе, мы там только на 2025 год. Слушайте, я замучила управляющую компанию, я вот прям замучила. Они уже не рады были меня видеть, но в итоге нам сделали ремонт, нам всё так красиво, аккуратно покрасили. И знаете, что было самое удивительное? Что когда я гуляла со своими собаками, я встретила столько наших жильцов подъезда, которые были недовольны, потому что им вот не так заклеили, вот где-то им там прокрасили, и здесь прокрасили, и всё не так, и всё не тут. Поэтому мне кажется, что до тех пор, пока мы все мыслим так, как Максим Жаравин, что бы для нас не делали, когда бы для нас это не делали, нам всё будет плохо. Друзья, пишите, звоните, рассказывайте свои мысли по данному. Как дела в вашем падике? Как, да, как отремонтировали, отремонтировали ли ваш подъезд, а мы пока отвлечёмся на рекламную паузу на Большом Радио. Три в квадрате на Большом Радио, продолжаем эфир и переходим к криминальной хронике из мира животных. В политике идём в криминал. Ну, такие у нас, да. Нет, это чистое совпадение. Швыряю туда-сюда. Так вот, заголовок. Аквариумист из Кировска пошёл на преступление ради любимых рыбок. Вот так. В Кировске в полицию с заявлением обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал, что из его офиса пропали две световые картины со сменной информацией. Фоторамка, что ли? Что такое световая картина со сменной информацией? Что-то такое, да, висело для информирования людей, которые к нему приходят. О выборах, например. Выбросит выбор из головы хотя бы на полчаса, Макс. Не, ну горячая тема обсуждается сегодня, да. Выяснилось, что как-то в помещение зашёл неизвестный мужчина и просто долго изучал эти информационные стенды, а когда офис опустел, то произошла кража. То есть он настолько долго изучал, что пока изучал, опустил офис. Ну да, и мужчина, видимо, вышел по своим каким-то делам. И, в общем, оперативники уголовного розыска нашли воришку. Им оказался 45-летний житель Апатитов, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к уголовной ответственности. Аквариомист-рецидивист. Да, я прям с языка с него хотела закончить этим. И, как признался задержанный, внимание, у него дома имеется аквариум. И когда он увидел в офисе световые картины, то захотел их использовать в качестве подсветки своего аквариума. Влюбился просто с первого взгляда в эти панели, мне кажется. Хорошие панели, хочу себе такую. Мол, тогда его рыбкам станет удобнее. И в ходе обыска по месту жительства подозреваемого похищенное имущество было изъято полицейскими. И за кражу, за заботу о рыбках, мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Рыбок-то дадут с собой и забрать в колонию, мне это интересно. Одну золотую счастливую загадывать желанием, наверное. Ну вот на что люди... Я не знаю, как это прокомментировать. На что люди порой идут ради своих домашних питомцев. Вот как у него эта схема сложилась? Зашел, увидел, хочу рыбкам. Слушайте, я никогда не была яром любителем животных. Серьезно, никогда. Я вообще была уверена, что я не способна любить никого, кроме своих. Это Оля, которая заказанно рассказала, сколько у нее животных сейчас. Я была уверена, что я вообще не способна любить никого, кроме своих детей. Ну на полном серьезе. Знаете, я как-то вот разделяла. Вот мои дети и вот весь остальной мир. Все остальные 8 миллиардов человек. И во мне, в общем-то, даже... Ну, я люблю людей в плане, ну мы же все люди, мы же позитивны. И там я несу свет и добро, но вот прям, чтобы вот любить, да вообще нет никого, ну честно. А тут, значит, рождается у нас потрясающая дворняжка, которую я привела домой. И знаете что? Ну-ка. Ну это прям громадная какая-то любовь вообще. Совершенно чистая, совершенно неземная. И я тоже иногда думаю, я вот захожу в магазин, например, купить продукты, а у меня там какие-нибудь еще вот эти вот витрины с какими-то штуками, прибамбасами для собак. И мне бы надо продуктов, а я вижу какую-нибудь сотую игрушечку, и думаю, ой, возьму вот это вот свои крошечки. У тебя опять проснулась мама младенца, да? И дома ходишь, да, у тебя пол весь усеян, ты просто ногами распидываешь там. Кого? Животных? Мячики, палочки, косточки. Нет, мы приучились в одно место класть, причем сначала дети приучились, потом собаки, потом все остальные. То есть с этой точки зрения я понимаю, потому что ты берешь животное, и оно продолжение тебя, все это член твоей семьи. Тебе хочется, чтобы это животное жило в комфорте, в удобстве, чтобы у них была лучшая подсветка в мире, понимаете, в аквариуме. То есть я с точки зрения психоэмоций... А лучшая подсветка где? А лучшая подсветка... В области в Апатитах. У нас дома в Апатитах, да, из двух картин. С точки зрения психоэмоций я понимаю этого несчастного аквариумиста, понимаешь? Ну, с точки зрения здравого смысла, да закажи ты светодиодные ленты, ну и все. А на кого же ты рыбок-то теперь оставишь? Вот я только хотела сказать, вот на два года же нужно их куда-то будет сдать. Это же вообще не забота. Кто-то их тоже должен будет кормить. Оля, вот я своих животных боюсь оставлять, вот даже, понимаешь, я даже не хочу, чтобы их кто-то другой кормил, кроме меня. Это же мои кровянушки. Оля, ты потрясающе рассказываешь о своей любви к животным. И мне кажется, вообще ты вполне выходишь на то, чтобы повторить судьбу китаянки, которая оставила почти 3 миллиона долларов домашним животным. Пожилая Лью из Шанхая изначально завещала деньги своим детям, но вдруг передумала. Обосновала она это тем, что отпрыски редко навещали ее, а во время болезни только кошки и собаки были рядом. У них не было выбора. Ай, нет, ай, нет, я тебе скажу, что даже у них выбор есть. Есть ли она 40 секунд эфира? Я хочу сумму озвучить быстренько, которую Лью оставила. Она вычеркнула детей из завещания и записала 20 миллионов юаней, а это 250 миллионов рублей на своих домашних любимцев. Все, продолжай. Это все просто прекрасно. 250 миллионов собак. Вот ты говоришь, выбора нет. Я тебе хочу сказать вот что. Бывают у меня в обострениях такие периоды. У меня в обострениях есть выбор. Либо я иду и принимаю обезболивающие таблетки, либо же, когда я желею свой желудок, я обмазываюсь, соответственно, всеми вот этими обезболивающими гелями. Пахнут они безбожно, пахнут они всем на свете. Как будто бы ты только что искупался в чане с крапивой, тут же тебя кинули в чан с дегтем, и вот ты такой красивый лежишь, значит, на кровати и благоухаешь. Так вот, даже у животных есть выбор. И мои встают в такие моменты и уходят от меня. Они свой выбор делают. Я на таких серьёзных эмоциях рассказываю им, что это предательство, мы должны быть. А ты грозишь ему вычеркнуть их из завещания, скажи мне, пожалуйста. Нет, ну я на полностью серьёзную такую тираду на 5 минут загибаю. Выходят дети в коридор и говорят, мама, они тебя не понимают. Мы все проветриваем окна, понимаешь? Но это к тому, что у животных тоже есть выбор. И если вот ей было плохо, и она от лекарств плохо пахла, а животные от неё не уходили, тогда я пойму эту женщину. Представляете, какое отчаяние, что она вычеркнула своих детей, и оставила всё животным. Ну и, собственно, деньги, которые она завещала домашним животным, хотя я думаю, что юридически вряд ли так возможно сделать, чтобы она на животных. Собственно, она хотела бы, чтобы после смерти все деньги пошли на уход за четвероногими и их потомство распоряжаться, распоряжаться средствами ожидайте. Будет местная ветеринарная клиника, которая также будет заботиться о животных. А теперь вспомним кошечку этого, я вот прямо сейчас гуглю, кто у нас погиб? Твикс? Нет, нет, кошка, кошка модельера. Кто это был? Лаген. Фельд? Да. Такой очень высокий, красивый. Седой? Да. Лагерфельд. Вот. Сколько денег унаследовала его кошка? Не держу в памяти. Так вот, у этой кошки есть какое-то дикое количество специалистов, помощников, которые ее перетаскивают с места на место, носят ее сумки, носят ей, я не знаю, подстилки, еду. Ради бога, ради бога. Но деньгами эта кошка не владеет. Ну, конечно. Здесь вот прям прямым текстом сказано, что деньгами будет распоряжаться ветеринарная клиника. Ну и отлично. И отлично. Ну, кто-то... А можно я тоже буду одной из кошек льет? Бью из Шанхая. Напиши заявку. Да. Я классно мяукаю. Это как была там, значит, да, у нас женщина, которая просила Путина усыновить ее, удочерить. Ты, значит, будешь... Кошкой. Я отличная кошка. На передержку возьмите, пожалуйста, Ольгу Христинину. В случае, если у вас есть 20 миллионов юаней, я думаю, что Оля не откажется. Конечно, нет. Ну, кто-то вот, значит, деньги завещают очень много, да, а кто-то, у кого, казалось бы, этих денег и так много, хочет объявить себя банкротом. Блогер Елена Блиновская, как бы мы от нее все уже не устали, теперь рассматривает возможность объявить себя банкротом, так как не может расплатиться со всеми своими долгами. Налоговым органам она должна была выплатить около полутора миллиардов рублей. Ничего себе. Дело не в отсутствии денег, как говорят СМИ. Не может она расплатиться, собственно, потому что все ее счета арестованы. Не может ими, собственно, распоряжаться, да, денег с нее снять и должны свои оплатить. А теперь она еще и находится в СИЗО после своей новогодней вечеринки. Вот, поэтому на счета супруга блогера и ее родителей был наложен арест, и теперь они подумывают о банкротстве. Что же даст ей в этой ситуации? Юрист, руководитель банкротного агентства Рената Конукова, пояснила российской газете, что блогеру можно подать на банкротство, и связано это с существующей правоприменительной практикой. Когда с арестованных в рамках следствия счетов блогера невозможно уплатить налоги и иные обязательные платежи. Формальное разрешение на снятие средств со счетов для проведения необходимых платежей дает следователь, но не всегда его удается получить. Вот такая вот судьба. Ну да, это способ освободиться от всех обязательств. И тут хочется сказать вообще в целом про этот инфобизнес, который за прошлый год, к концу прошлого года вырос на 25-30% в сравнении с предыдущим годом. И вот тем блогерам, за которыми еще не пришли, важно понимать, как и сколько налогов должно быть уплачено, и какие методы налогового планирования, рискованно какие, недопустимо советуют гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых. Ну тут, кстати, да, уже пытаются как-то оценивать подобный шаг со стороны Блиновской. Говорят, что это может быть уловка, поскольку в текущей ситуации она формально показывает, что якобы у нее ничего нет, и расплатиться с долгами она не может, она объявляет себя банкротом. Там, видимо, какие-то определенные процедуры есть, наверное, применительные в плане возможностей. Может, это просто необходимо для того, чтобы уплатить? Да, но потом, когда закончатся следственные действия, когда будет вынесен приговор суда, так будет уплочен ущерб, если он как таковой имеется, да, к счетам-то доступ будет восстановлен, как будто бы. То есть, ну, очень много здесь вопросов к этой ситуации и к тому, как будут распоряжаться теми, да, вот полутора миллиардами, которые задолжала Блиновская и сколько денег у нее на счетах в действительности. Но пока что, сидя в СИЗО, наверное, этой ситуацией управлять чуть-чуть сложнее, чем если бы ты находился на домашнем аресте. А я сегодня, когда читала эту новость, подумала о том, что как сильно, вот, бывает, меняется жизнь. Я помню, когда про Блиновскую из каждого утюга было слышно, и все об этом говорили, и очень многие даже среди моих знакомых были такие, которые участвовали в этих марафонах. О, да, у меня тоже были такие знакомые. Да, 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 и, ну, понятно, что там были миллиарды, ну, обороты. Да, 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 обороты, и вот как сейчас, вот ты говоришь, устали бы за ней следить, но, тем не менее, вот этот такой сериал взлетов и падений, вернее, ну, да, взлетов и падений. А у нас есть звоночек, здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Владимир Беспокоиц, Менчегорск. Я вот внимательно следил за судьбой всех этих товарищей, которые, так скажем, были. Блогеры? Да, 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 объявлены, ну, как, скажем так. Не, законов, не плательщики. Охота на ведьм практически происходит. Блоговными врагами человечества, вот так скажем, да. Я просто хочу сказать, что, знаете, ведь то, что им вменяется, ведь это очень такой тонкий вопрос, потому что вот этой схемой дробления бизнеса у нас пользуются, если бы только они. Так можно вот, вы прекрасно помните, что вот у нас было тут, когда была эта голая вечеринка, тут Ивлеевой тут же вкатали это дело, а потом как-то она уехала. То есть, и вопрос был на данный момент снят о том, что это, значит, и этой же техникой пользуются все крупные сети, и все очень, очень много. То есть, государству надо просто определиться, или же оно будет брать со всех за шкварник, или, так скажем, мы будем, а то, получается, как-то вот от ним можно, другим нельзя. Это, вы понимаете, это несправедливость, это только лично. А они все говорят, и к вам придут. Обратите внимание, как раз мы про это и прочитали новость. Так ведь и брать, наверное, нужно же в каком-то постоянном режиме, то есть регулярно проводить проверки, кто тебе и как платит налоги, да, а не так, что ты раз в 10 лет очнулся, что у тебя чек должен полтора миллиарда. Если тему налогов, если тронуться, то я вообще считаю, что налоги надо снизить в разы. Надо убрать этот позор на НДС. Это вот мое глубокое мнение, которое мешает нам, так скажем, жить просто-напросто. И это бизнесу, всем остальным. Вот представьте себе такая ситуация. Вот сейчас, например, Мерседес уезжает, например, в Германию. Огромный бизнес. Ну, вы возьмите, пригласите сюда его, в Россию. У нас все хорошо. У нас есть площадки свободные, да, которые сейчас не знают, чем заполнить. Москвичами новыми, наверное, будут заполнены. Снизьте налоговое бремя для них. Скажите, вы не будете платить там, или там налоги половину будете платить. Они предпочтают, какой толчок для страны. А так вот, получается, этим занимаются люди, которые, так скажем, не очень хотят, чтобы у нас тут все было хорошо. Поэтому, может, я ошибаюсь, конечно, в моем мнении. Вадим, ну вот вы как считаете, по делу Блиновской, да? Ну, вот прям такие и надо. Ну, знаете, честно говоря, ну, знаете, в чем дело? Дело в том, что я вообще считаю, что такое количество людей ее слушает. Ну, людям нужно счастье, очевидно, понимаете? Вот, понимаете, ну, конечно, она, мягко говоря, заводит людей в тупик. Ну, вот мое глубокое мнение, понимаете? Потому что вот эта извечная мечта халявы, мы тебе сейчас подскажем, даем таблетку, из-за того, чтобы заниматься там спортом, тебе дают таблетку, и ты будешь здоров. Это примерно то же самое. Госпожа Блиновская сказала, вот вы сделаете так, и у вас будут деньги. Да не бывает так, понимаете? Не бывает. Знаете, и, мягко говоря, вот это все получается обман. Когда вот говорят о том, что вот надо вот так вот, и все, вот у тебя вот, и все сидят, и шлют деньги. Вы знаете, как это анекдот-то? Вот они говорят, один миллионер сказал, говорит, издаю книгу, говорит, как стать миллионером. Он говорит, можете купить там каждую по тысяче долларов. Открывает, там написано, дело как я. Понимаете? Вот это примерно так вот. Спасибо. Да, спасибо за наш звонок. Поэтому этот вопрос, этот вопрос, ну, я уже повторяюсь, государству надо определить. Или мы так всех тут, или, соответственно, о том, что это выборочно смотрится, очень это неприятно. Понимаете? Неприятно. Спасибо, Вадим. Спасибо. Ну, вот такое мнение, да. Мне кажется, это как, ну, показательная опорка. Почему громкое имя Блиновское. Мне кажется, что государство как раз-таки уже определилось. Просто начали с тех, кто громче всех кричал. Вот и все. Мне кажется, что тебе государство определилось в какой-то такой очень определенный момент своей жизни. Это другой вопрос. Но, тем не менее, государство определилось. А если бы эти люди в определенный момент жизни, я понимаю, на что ты намекаешь, вели бы себя иначе, возможно, у них ситуация сложилась бы по-другому. Понимаешь? Есть время для веселья, есть время для потехи и есть время для каких-то серьезных вещей. Но во всем этом и в первом, и в втором, и в третьем случае должен быть здравый смысл. Деньги любят тишину. Здравый смысл. Когда ты забываешься, есть одна очень грубая фраза, которую я безумно люблю. Извините, но объевшимся, пихают два пальца в рот, чтобы освободить желудок. Так вот, когда ты переел, и ты на весь мир об этом кричишь, будь готов к тому, что кто-нибудь придет. И запихнет тебе два пальца в рот. Все. Точка. Ну, одно дело, когда тебя просто ставят, так сказать, на место и пытаются вразумить. Другое дело, когда у нас это превращается в какой-то карательный инструмент, начинается преследование в уголовное, в публичное. Слушайте, ну все, что данный персонаж делал, он делал совершенно в публичном поле. Все. Все 100% вообще. Вопрос то, как с точки зрения закона оценивать их деятельность. То есть является это мошенничеством или не является это мошенничеством? Понятное дело, что это продажа воздуха, по большому счету. Но таких продажников воздуха у вас, извините меня. Да, у нас есть государственные лотереи, в конце концов. А, но ей и не вменяют мошенничество, там просто неуплата налогов. Уплата налогов. Конечно, там совершенно другая история. Не путай мягко с теплым. Пошли подискутируем во время рекламы. 45-09-45, телефон нашей студии. Написать свои сообщения, смс, вайбер, ватсап или тиграм можно по номеру 8-9-21-0-45-10-45. Я быстро, можно, зачитаю? Зачитай, пожалуйста, нам. Да, сейчас буквально всем, кто находится в этой студии, пришла смска, кстати. Которая гласит 7 дней. Возвращающая нас в начало сегодняшнего эфира. Да, и не от радиослушателей, а от администрации города Мурманск. А мы не знаем, может быть, тоже радиослушатели? Не, ну тут от этого. Слушает, 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 точно я знаю. Мне тоже написали. Вот, информирует граждан, что в Мурманске после 19 часов до 11 часов следующего дня ожидается усиление юго-западного ветра в порывах, внимание, до 27 метров в секунду. Так что спешите домой, оставайтесь дома, будьте в тепле, лишний раз никуда не уходите. Остаемся в студии. Сегодня у нас будет бесконечный эфир, пока ветер не стихнет. До 11, до завтрашнего дня. Давай, Максим, про... Продолжим сегодня, да, обсуждать, значит, новости в каком-то смысле тоже экономической направленности. Не про налоги, но про ипотеку. Как выяснилось, что половина новых ипотечников в России отдают до 80% своего дохода. Мне кажется, это вообще какие-то совершенно не безумные деньги, да, как люди живут и на что выживают. Сейчас в России 47 миллионов заемщиков, это 57% экономически активного населения, то есть практически 2 трети людей имеют, так сказать, в своем активе кредит какой-то. При этом в среднем на одного заемщика приходится на не один, а 2,3 кредита. Почти 40% ипотечников расплатятся с банком и станут полноценными собственниками своих квартир только на пенсии. Вот это я. Следует из исследований Центрального банка России. Тем не менее, кредитные эксперты не склонны драматизировать ситуацию. Да, долги растут, но в целом пока ничего критичного. Интересно, когда станет критично. К примеру, средний долг на одного заемщика сейчас составляет всего лишь каких-то 700 тысяч рублей. Для сравнения, средняя зарплата, по данным Росстата, составляет 76 тысяч рублей. То есть отдать все долги можно за 9 месяцев, если ничего не есть, ничего не покупать, никуда не ходить. И в целом впасть на анабиоз на следующие 10 месяцев своей жизни. Если вы нас сейчас слышите, прямо сейчас, пожалуйста, подключайтесь к прямой трансляции ВКонтакте и в Телеграме. И посмотрите на эти глаза Татьяны Елусовой, которая услышала, что она в среднем может... За 10 месяцев буквально закрыть. Мне кажется, что ей так не кажется. Совсем не за 10 месяцев, очевидно. Ну да, я расплачусь с ипотекой примерно к пенсии. Кстати, вот тут средняя приводится на одного человека 700 тысяч. То есть если муж и жена, это получается 1 миллион 400, да, в семье? Или как это? Или это на семью учитывается? Ну, берет-то один человек в семье обычно. То есть на одного же человека берется ипотека, поэтому и долг записывается. Ну, как будто бы считается, что если пара работает вместе, и у тебя средняя зарплата на человека 76 тысяч, то как бы вместе 150. Ну и расходов на двоих тоже, в общем-то, больше. Ну да, расходы тоже возрастают. Я немножко приземлил всю эту историю, посмотрел региональную статистику, и вот что узнал, что за 10 месяцев 2023 года, статистика, к сожалению, за год еще недоступна, то есть есть только вот с января по октябрь прошлого года в Мурманской области было выдано 30,5 миллиардов рублей ипотечных кредитов. При этом средняя величина ипотечного кредита составила 3,4 миллиона рублей. В среднем по стране, кстати, 3,8 миллиона рублей. В ноябре 2023 года средний срок, на который северяне брали ипотеку, составлял 278 месяцев. Это более 23 лет. Таня, у тебя на сколько платеж? На 30. На 30? Ну вот. На 30 лет, но это был самый удобный, ну, расчет. Самый комфортный платеж. До 1 ноября 2023 года общая задолженность по ипотеке в Мурманской области составила 83,7 миллиарда рублей. То есть выдают на 30 миллиардов и на 83 миллиарда за этих задолженности. Ну, это такие экономические моменты, с которыми мы, как потребители... Долг 700 тысяч в среднем. Ну, это в среднем. То есть кто-то должен 100 тысяч, а кто-то должен 2 миллиона? Да. Класс. Да. Хорошо живем. И 80%... Средняя по больнице что-то как-то. То есть мало того, что 2 из 3 имеют кредит, так еще и отдают по 80% от своих доходов. Я человек, которому было вот не свойственно абсолютно брать кредиты, и вот ипотека — это такой, ну, большой был шаг, потому что, ну, в основном я, ну, в основном вообще не пользовалась, старалась не брать в долг, но тут прям решиться было, ну, тяжело, потому что это в Индополож каждый месяц. А тебя греет мысль того, что зато это не съемное жилье, а вот твое. Так оплатить ты все равно же еще больше. Не, ну, может быть, случится чудо, я выиграю в лотерею, как тот тюменец, я сразу все загашу. Не, конечно, я бы где-то продолжаю верить в чудеса. Ну, ты вот свою, как говорится, свою кредитно-денежную политику выстраиваешь, исходя, что ты вот все 30 лет будешь платить, или, может быть, ты рассчитываешь закрыться чуть-чуть пораньше, а в 29 лет. А ты что такой умный сидишь? У тебя еще квартира осталась, я не знаю, там отдали их родственников. Нет, к сожалению, я из тех людей, у которых нет ни богатых, ни бабушек, ни дедушек, ни тетушек, ни квартиры, ничего. Так где живешь, Маш? Я живу в студии. Из одной редакции в другую просто перемещаюсь, где вода потеплее. Сплю у друзей. Да, сплю у друзей в каком-то смысле. Нет, вот серьезно, хорошо, вот с Таней все понятно, у Тани ипотечный кредит. Я долгие годы снимал квартиру. Сейчас тоже снимаешь? Сейчас, нет, сейчас у меня там немножко личная ситуация поменялась. Вот видишь, как все решают проблемы, Тань. Да, тебе надо немножко лично как-то перетереться, понимаешь? Больше всего брак скрепляет ипотека, но это же понятно. Сразу спина заболела, слушай, Рил. Да мы уже тогда, у тебя болела она после этих. Да, вот там, где вот эти вот словосочетания, там брак, ипотека, мне сразу болит спина. Я не знаю, это совпадение. Так-то давайте перейдем к следующей новости, чтобы у Оли опять ничего не разболелось. Давайте, может быть, у нас остается 10 минут буквально до конца эфира. Давайте что-нибудь полегче на десерт каких-нибудь. Ну, например, про Мурманское кладбище. Это максимальная легкая новость. Я считаю, что она достойна того, чтобы быть озвученной в нашем эфире. Я хотела, сколько северяне тратят месяц на еду, давай про кладбище. Ну, а в целом, потом после кладбища мы плавненько переходим к еде. У нас сегодня переходы новостей идеальны. Это сарказм в вашем голосе или мы действительно зачитываем новости? Прочитай нам, что там с кладбищем. Давай. Вы уверены? Да, конечно. Хорошо. Еще одна новость пришла. Откуда не ждали? Да, откуда не ждали, действительно, но развиваются все сферы жизни. И в Мурманске будут проведены работы по расширению городского кладбища. Информация о предстоящих торгах под эти цели была уже размещена на портале госзакупок. Как сказано в описании закупки, на благоустройство участка площадью 16 гектаров предусмотрено 165 миллионов рублей и 800 тысяч. Сопроводительная документация указывает, что территория, предназначенная под осуществление работ, свободна от построек, примыкает к зонам захоронений и проездам. Подрядчику предстоит выполнить планировку, укрепить откосы, установить систему электроснабжения, а также вотоотведения. Вот такая вот история. Но тут дьявол в деталях. Да, в сентябре 2023 года Первомайский районный суд Мурманска осудил сотрудников местной строительной компании на сроке от 2 до 5 лет за мошенничество при выполнении муниципального заказа по строительству городского кладбища. Если прислушиваться к материалам дела, то с конца 2019 года по конец 2020 года генеральный директор одного из обществ сограниченной ответственности, которая выступала подрядчиком по городским работам с кладбищем, мошенническим путем похитил свыше 42 миллионов рублей бюджетных средств. Каков негодяя. И вот опять, наша песня хороша, строим кладбище сначала. Слушайте, ну я вот даже с моим врожденным каким-то неотключаемым чувством оптимизма, я, конечно, понимаю, что, как мы там говорим, да, все, что плохо лежит, все наше. Но вот в таких госзакупках, когда ты берешься реконструировать, переделывать кладбище, что-то оттуда, ну я не знаю, как люди. Где уж совсем все на виду. Да вообще вот, ну не страшно. Слушай, ну похоронный бизнес, мне кажется, он вообще... А ты имеешь в виду духовные какие-то вещи, что прилетит тебе в дырку? Похоронный бизнес, именно я сейчас про бизнес, а не про ритуальную составляющую, мне кажется, это самая бездуховная вещь, которая вообще есть в нашей жизни. Ну понятно, что люди всегда ели, во-первых, цинично то, что я сейчас скажу, ну понятно, что люди всегда рождались, люди всегда ели и всегда умирали. Понятно, что в этой стезе, ну вот просто вот грех там не сделать, не развить. А еще женятся люди тоже где-то в этой цепочке находятся. Да вот это, кстати, не всегда, вот, но при всем при этом, ну вот, ну не страшно же, что ли, ну мы же все воспитаны на Библии, на каких-то моментах, да, на том, что на поверьях, даже вспомните, с кладбища брать ничего нельзя, да, вот ты туда пришел, ни один цветочек оттуда не унеси, да, ни одну веточку не возьми, а тут хлобыся 42 миллиона кто-то унес, и нормально ему, наверное. Ну это, скажи, мошенникам, которые звонят бабушкам, и отбирают даже последние деньги. Да, да, вот где моменты совести? Давайте все-таки к позитивным новостям, да, немножко вернемся, вот мы, как выяснили, у нас 180% уходит на ипотеку, сколько же остается... И кладбища расширяют, и кладбища расширяют, и опять-таки совпадение, понимаете? Сколько же остается на еду? А вот как выяснилось, что наибольшую долю в расходах семей в Мурманской области занимают продукты питания. Неожиданно. Неожиданно. Ежемесячные, и, кстати, на самом деле, результаты этого исследования для меня лично тоже весьма неожиданные. Ежемесячные расходы семьи на покупку продуктов в среднем на каждого члена такой семьи составляют около 9,5 тысяч рублей. Такие данные приводят специалисты статистики за 2022 год. Слушай, ну это даже как-то мало. Так вот о чем и речь, то есть один раз сходить в магазин, это тысяча рублей, это минимум. Мне кажется, к этой сумме стоит за прошлый год прибавить спокойно 30% минимум, и вот это будет приблизительно то, что... Ну это очень скромненько. Это очень скромненький поход в магазин. Это все необходимое без излишеств. А излишества здесь следующие, да, в группе продовольственных товаров... Не излишества, это нормальный такой подарный пакет. В кавычках. А теперь об излишествах, значит. В группе продовольственных товаров мясо и мясные продукты занимали 22% от всей корзины продуктовой, молоко и производные молочные продукты 14%, хлеб и хлебобулочные изделия 12%, овощи и сладости немногим менее 10,8% соответственно. У меня просто вопрос, а что едим-то тогда? В смысле мясо с макаронами и редко с овощами. Вот смотрите, хорошо, делим, значит, 9,5 тысяч на 30 дней. Для начала 9,5 это на одного члена семьи. Вот, да-да-да, делим. Получаем 316 рублей. Вот Максим у нас свободный, холостой мужчина, красивый, с забитыми мышцами, потому что ходит на гору. Приходит, значит, в магазин, у него 316, округлим, у тебя 317 рублей. Из них 150 сразу яйца. До свидания. Вышли. Так. Купил яйца. Макс, что еще? Давай, яйца на неделю. Молоко 100 рублей. Молоко, так. До свидания. Значит, сколько у тебя? 50 рублей осталось на пачку макарон. Ну, давай. А хлебобулочка? А булочку какую? Все, да, и макароны, и барбариску одну на 3 грамма. И то стрельну где-нибудь там вот в офисе, пока панели рассматривал для рыбок своих световые. Все, Макс, это тебе на сутки. Я понял, спасибо. Нет, ну нормально, слушай, нормально. Слушайте, мне кажется, не было бы проблем, что приготовить на ужин у жительницы Апатитов. Да. Девушка стала участницей кастинга в кулинарную битву Ивлеева. Ивлеева. Как, господи, запуталась с этими Ивлеевыми. Константин Ивлеев. Да, и Акзамова. Повар из Апатитов, 43-летняя Олеся Лобкова, стала участницей кастинга «Битва шефов» в новом интерактивном формате, сообщает пресс-служба телеканала «Пятница». В третьем сезоне кулинарного поединка встретятся шеф-повара Константин Ивлев и Ренат Акзамов. И соберут свои команды, чтобы найти среди них главный кулинарный талант России. Отмечается, что на кастинг в шоу Олеся Лобкова принесла борщ из оленины. Если северянке удастся пройти кастинг, она окажется в команде одного из именитых поваров. Ну, борщ из оленины должно быть что-то интересное, мне так кажется. А я сразу перевожу это в эти 316 рублей, и потом 5 дней ничего не покупаешь. Ешь только кастрюлю борща. Ты не ешь кастрюлю борща, ты вспоминаешь о том, какая была кастрюля борща, мне кажется. Какой был ковшик борща. Сколько тебе нужно денег, чтобы купить оленину на борщ? Вы говядину видели? Да ладно говядину. Примерно столько же. Ольга Алексеевна тут... Курицу-то не купить. Ольга Алексеевна, да, ведь я купила баклажаны, друзья, в январе. Так вот лучше бы я купила оленя, мне кажется, по цене. Это вот где-то было по третьей оленя. Статистика наглядно и показывает, да, то есть почему мы покупаем 22% мяса и менее 10% овощей, потому что овощи стоят дороже, чем мясо. Совершенно какие-то невероятные цифры. Ну ладно, для конкурса... Тогда у тебя огурцы и помидоры по 300 рублей, кабачки, баклажаны. Я вообще даже не смотрю в ту сторону, на те полки. А, 490. В общем, борешься олениной только если ты идешь на конкурс, да. Россиянам последнюю новость успеем, думаю, обсудить. Да, давай. Как бы зациклим, начали с туризма и закончим им же. Россиянам рассказали о доступности туров в Арктику. Обычный россиянин в состоянии позволить себе тур, рассказал замглавы Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По словам вице-президента организации, подобрать доступный тур могут для любого жителя страны, так как стоимость поездок в Арктику, внимание, начинается от 40 тысяч рублей. Мурадян отметил, что конечная стоимость отдыха зависит от программы поездки и от конкретного региона. И от того, закроют дорогу в Серебрику или нет, вот здесь очень важно. Арктика очень доступна, добраться до нее можно, выбраться сложно, выбраться проблематично. Поэтому, друзья, если у вас нету полумиллиона на вертолет, либо же, что у нас там перевернулось? Вездеход. Да, либо на вездеход, то, наверное, зимой все-таки Арктика будет дороговаться. Ну, 40 тысяч — это только билеты. Вот о чем и речь. То есть меня больше интересует география, которую предлагает господин Урадян. Он отмечает, что регион огромен и начинается от Норильска, куда тоже ездят туристы. Я не знаю, зачем и какие туристы ездят в Норильск. Простите, вырвалось. Не хотим ничем обидеть Норильск совершенно, да, но представляется себе... Не представляю, что туристического есть в Норильске. Ну, я, примерно, могу представить, сколько стоят туда билеты, потому что добраться до Норильска, насколько я знаю, можно только самолетом, воздушным транспортом туда по земле никак не добраться. А обычно, когда у нас что-то очень труднодоступное, попасть туда стоит очень дорого. Я была как-то в Норильске, кстати, зимой в минус 35. И как там? Собственно, и вот вице-президент АТОР рассказывает, что посещение экстремальных регионов растет. Это очень востребованное направление. Люди едут за северным полярным, прошу прощения, сиянием из-за тем, чего нет в других регионах. В Норильске, мне кажется, нет ничего. У них есть интересные дома на сваях, можно под дом заглянуть. Муродин также напомнил, говоря о доступности туров в Арктику, он напомнил, что россиян есть возможность изучать Арктику с борта ледокола. Стоимость таких туров составляет 5-10 тысяч долларов за один билет. Там длится поездка 10-12 дней на деньги, на рубли, по курсу. Это от 2,5 миллионов рублей, если я ничего не путаю. Но, тем не менее, это все равно очень пользуется популярностью. Очень узкого круга людей. Но, тем не менее, значит, это все равно есть. А потом про них пишут новости, что их там посадили в СИЗО за неуплату налогов, например. Ой, ну, кстати, тоже Териперку, такой полноценный однодневный тур в составе группы, стоит тоже 15 тысяч рублей. То есть ты приезжаешь, ходишь по природному парку, выходишь в море, у тебя обед, и ближе к вечеру ты возвращаешься домой. Ну, все это в сопровождении гида, который тебе рассказывает, проводит экскурсию. То есть вот если ты путешествуешь от турагентства, то это примерно вот такая сумма. Ну, так, в принципе, и не обманул же. Ну, что, от 40 тысяч. Ну, купили билеты, собрали большой рюкзак, взяли валенки, друзья. Ну, это же обман, это же просто иллюзия какая-то. Нет, секунду. Вот, понимаешь, обмануть и сказать, что вот это стоит исключительно 40 тысяч, вот это обман. А сказать от 40, это так чуть-чуть не договорить, что тебе придется еще на каждом шагу за все платить. Зато погоду можно совершенно бесплатно узнать в эфире Большого радио. И очень актуально сейчас. И очень актуально в нашей, да, так сказать, погодной действительности. 30 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием активных атлантических циклонов, которые смещаются в Баренцево море. В этот период по Мурманской области ожидается сильный парыристый ветер. Ночью 30 января на севере области местами очень сильный. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, преобладающие температура воздуха от минус 2 до плюс 3 градусов по Цельсию в течение суток. Знаете, что самое классное в этом ветре? Я не знаю, как вы. То, что нам идти домой сейчас. Да, это все понятно. Я не знаю, как вы, а я вот ночью лежала и слушала, и ветер воет в окна, знаете, сразу в детстве вспоминаешь. Ой, все, романтику включила. Берегите себя, пожалуйста. Будьте внимательны. На дорогах лишний раз не выходите из дома, не используйте автомобиль. Вот прям давайте переждем тепле и спокойствие. Все, Юлусова, которая включила, Малахова и Толстого. Ольга Христинина была сегодня с нами, Максим Жаравин. Всем пока. Счастливо. До свидания.